А сейчас будет исполнен государственный гимн России. Пожалуй, наиболее вынесено оно нашему футболисту Игорю Горбатенко, который также, как и Пуршевлюк, Песеков и 18 игроков, которые вызваны на эту встречу Игорем Клывановым и еще и Дмитрий Рыжов. Но в последний момент его заменил Дмитрий Рыжов, который представляет Аларию, но в последний момент капитана российской команды Александра Прудникова. Ему достаточно пассивно пытался противостоять Абинзе Акбонна из Туринского. Несколько раз появлялся в составе Туринского Ювентуса. В общем и целом, если сравнивать состав сборной команды Италии с тем составом, который играл в Швеции на чемпионате Европы, то можно обратить внимание первых соперников, в частности, команды Уэльса и сборной команды Люксембурга. И игра против Ленгии уже, как мне кажется, подойдет. Начнется 31 августа в Новогорске. За два дня до игры россияне отправятся в Москве. Уже начинает холодать и не исключено, что будет выбран один из каких-нибудь южных стадионов нашей страны. И может так получиться, что в нынешнем сезоне, в нынешнем календарном, точнее, году сборная команда Колыванова из домашних вводит мяч. Обидная ошибка. Ух, может получиться опасно. Падает футболист сборной команды Италии. Но свисток арбитра молчит. Мне, если честно, тоже показалось, что никакого там нарушения против Альберта Полоски не было со стороны российских футболистов. Но смотрим еще раз. Нет, конечно, никаких вопросов здесь быть просто. Футболист Локомотива, который не так давно отметился первым голом в российской премьер-лиге. Сегодня находится на скамеечке запасных. И Антон Соснин, футболист питерского «Зенита». Четыре человека из восемнадцати. Даже меньше двадцати пяти процентов. Вот что наводит на... Можно говорить, что итальянцам непривычно действовать в северных широтах. Ох, какая опасная атака! И только я сказал, что итальянцы не выделяются. Не могут переиграть российскую сборную. Как подкарауливает ошибку со стороны Сергея Писикова, который неоправданно ринулся вперед на линию штрафной Альберта Полоски. И попасть в пустые ворота форварду Пармы уже не составляло буквально никакого труда. Вот казалось бы, защитники российской команды, если не полностью контролировали ситуацию, то явно были первыми на мяче. Но Сергей Писиков не рассчитал, как видим, эту ситуацию. Там ринулся Александр Денисов на помощь нашему голкиперу. Но в итоге получилось так, что мяч отскочил точно на Альберта Полоски. И футболист Пармы уже не имел права промахнуться. И, собственно, не промахнулся. Первая, пожалуй, серьезная ошибка в обороне российской команды. И она обернулась пропущенным мячом для подопечных Игоря Колыванова. Все-таки не так все гласно. Лонна и Болотелли предпочитают действовать слева. И Федерико переместился на правый фланг. Вот сейчас он был непосредственно перештрафной площадью нашей команды. Но подработал мяч себе достаточно. Наши даже при действии на флангах все-таки не всю ширину поля используют. Как правило, остается еще 2-3 метра. А вот сейчас и по центру. Как опасно было. Болотеллин носил удар. Но благо и удар у Марио получился почти по центру ворот. И Сергей Песяков, который находился именно в данном месте. В итоге мяч пусть и не запомнил первого тайма. Матч между молодежными сборными командами России и Италии. И после первых 45 минут игры. Продолжение следует...